Дорогие друзья, всем привет! Сегодня в мастер-классе мы с вами выполним вот такую замечательную цепочку. Плетение называется в крестик, либо монастырское. Оно немножечко видоизменено, потому что здесь есть дополнительные крестики. Сейчас вам покажу, как я делала такое плетение. И в таком плетении можно выполнять самые разнообразные украшения. Вот вы можете видеть, у меня в руках браслетик. Я прикрепила магнитный замок и получился у меня браслет. Также я сплела в такой же технике вот такую цепочку. У меня здесь будет кулон на ней. И я прикрепила вот здесь в самую простую застежку карабинчик. И получилась вот такая цепочка для подвески, либо для кулона. Если сюда прикрепить карабинчик и силиконовые держатели для очков, то получится у вас прекраснейшая цепочка для ваших очков, чтобы их никогда не терять и не забывать. А также, если вы прикрепите к каждому краю вашей цепочки вот такой карабинчик, вы сможете крепить к данной цепочке медицинскую масочку, что тоже сейчас актуально. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я периодически забываю маску дома. А вот с таким красивым аксессуаром, я уверена, что вы никогда не забудете дома ваши очки или вашу медицинскую маску. Также можно применять данную технику плетения для самостоятельных каких-то элементов к колье. Предположим, какие-то лианы, либо подвески вы будете выполнять, тоже будет очень здорово смотреться. Это, что называется, варианты вам подскажет ваша фантазия. Если вам нравится такое плетение, но вы не знаете, как это делать, оставайтесь со мной. Я сейчас быстренько вам все расскажу и покажу. И сейчас я хотела бы вам показать, как я плела. Это очень легко и просто. Вы сейчас можете видеть на моем рабочем столе два цвета бисера. Но я выбрала черный и золотой. Черный номер цвета 23980. И золотой у меня металлик 18305. Плести я буду на вот таких ниточках для бисероплетения. Все, давайте приступим к работе. Для начала наберем на иголочку 4 бисеринки черного цвета. Набрала 4 бисеринки черного цвета. Опускаемся вниз по ниточке и завязываем узелок. Теперь отойдем от узелка. То есть пройдем вперед через две бисеринки. Итак, это плетение называется в крестик. Я набираю 3 бисеринки золотого цвета. Вот у меня крестик мой первый черный. Вот так выглядит. И набрали 3 бисеринки золотые. Проходим в эту же бисеринку, из которой у нас выходит ниточка. Но с противоположной от выхода нитки стороны. Затем вот такой крестик получается. Я его как бы отгибаю в сторону. Но сейчас это неудобно показывать. В общем, набираем 3 черные. И проходим в эту же самую, опять-таки, черную бисеринку, в которую мы уже прошли и поставили 3 золотые. В эту же самую проходим. Подтягиваем нитку. Проходим вперед на 2 бисеринки черные. Подтягиваем нитку. И переворачиваем работу. То есть за каждым шагом нам нужно будет с вами переворачивать работу. Вновь я набираю на иголку 3 золотые бисеринки. 3. Опять прохожу в эту же самую бисеринку, с противоположной стороны от выхода ниточки. Зажимаю пальцем золотые. Набираю 3 черные. Прохожу в эту же самую бисеринку, с которой у меня вышла нитка. Затягиваем. Затем прохожу вперед через 2 черные бисеринки. Вот так. Выход постоянно из центральной черной бисеринки. Подтягиваю нитку. И вновь переворачиваем работу в руках. Снова набираю на иголку 3 золотые бисеринки. Прохожу в эту же бисеринку, с которой вышла нитка. Затягиваю, откладываю крестик, прижимаю вот так ноготком. И набираю на иголочку вновь 3 черного цвета бисеринки. Проходим в черную. Проходим вперед через 2. Подтягиваем. Переворачиваем работу в руках. Вновь набираем на иголочку 3 золотые бисеринки. Проходим в эту же бисеринку, с которой у нас вышла нитка. Откладываем. Зажимаем вот так. И набираем на иголочку вновь 3 бисеринки черного цвета. Проходим в эту же самую бисеринку, с которой вышла ниточка. Вновь я прохожу вперед через 2 черного цвета бисеринки. Затягиваю ниточку. И вновь переворачиваем работу в руках. Вот таким вот способом плетем до необходимой нам длины. Вновь я набираю 3 бисеринки золотые. Прохожу в эту же самую бисеринку, из которой у нас вышла нитка. Здесь самое важное приноровиться, вот так придерживать вот этот золотой крестик. И не забывать переворачивать работу в руках. Вновь 3 черные. Опять в эту же самую, из которой вышла нитка. И вперед на 2 бисеринки. Выход ниточки у нас из центральной бисеринки. Всегда переворачиваем. Вновь набираем 3. И плетем так вот. Снова зажимаем. Выбираем 3 черные. Проходим опять в эту же самую бисеринку. И проходим вперед на 2. Не забывайте подтягивать ниточку. А также переворачивать работу в руках. Вот так получается. Еще просила меня подписчица показать, как я крепила сюда застежки. И вот эти держатели для очков. Давайте я вам быстренько покажу. Итак, смотрите, друзья. Я взяла 2 колечка одинарных. 2 замочка карабинчика. И вот такие держатели. Силиконовые держатели для очков. Которые одеваются на дужки ваших очков. Также нам понадобятся, конечно, как всегда, инструменты. И все очень просто. Я раскрываю соединительное колечко одинарное. Как всегда мы с вами все делаем одинаково. Так, сюда крепим сразу карабинчик. Надеваем. И крепимся. Вот я крепилась прямо вот в крестик. То есть центральный, в центр крестика. Мы с вами крепим вот наше соединительное колечко. Предварительно я прошла несколько-несколько раз. Вот это по кругу, чтобы здесь не разорвалось. Ничего не порвалось. И надеваем просто вот так вот. Так. И теперь просто закрываем колечко. Совмещаем обе половиночки. Закрываем. Поджимаем при необходимости. Вот и все. И в таком виде может служить цепочка держателем для масочки медицинской. То есть вы просто раскрываете карабинчик. Вставляете сюда резиночку масочки. И со второй стороной то же самое. А можно, если для очков, тогда вы сюда просто цепляетесь за вот эту силиконовую резиночку. И уже вот эту вот штучку надеваете на дужки ваших очков. Все очень просто, легко и красиво. Ссылочки на все материалы, которые я использовала, я оставлю внизу под этим видео. И очень вам буду благодарна, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на мой канал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео мастер-классы. На этом все. До новых встреч. Пока-пока.